Петер Розигер в Рождественскую ночь С тех пор, как я себя помню, в нашей горнице с печкой, вымазанной серой глиной, всегда стояла сосновая скамеечка. Скамеечка эта была выскоблена и начисто оттёрта, потому что каждую субботу её вместе со всеми закоулками и кладовками чистили песком из ручья и соломенной метёлкой. Весной, летом и зимой скамеечка целыми днями стояла в углу, и только к ужину бабушка, выдвинув её чуть-чуть вперёд, становилась на неё коленями и шептала вечернюю молитву. С наступлением поздней осени, с её длинными вечерами, рабочие, собравшись в горнице, щипали из сосновых поленьев лучину, а работницы вместе с моей матерью и бабушкой пряли и ткали. Подходил рождественский пост. Вечера становились ещё длиннее. Горели лучины, жужжало веретено, рассказывались старые сказки, пелись духовные песни. А я всегда сидел на скамеечке возле печки. Отсюда прислушивался я и к сказкам, и к песням, и когда в них начиналось что-нибудь страшное или что-нибудь такое, что смущало мою маленькую душу, я придвигал скамеечку поближе к матери и, испуганный, хватался за её платье. Надо мной или над страшным рассказом смеялись все кругом, я никак не мог понять. Когда же приходило время ложиться, и мать стлала мне постель, я ни за что не хотел ложиться один. Бабушка ложилась со мной рядом и не уходила до тех пор, пока страшные картины не исчезали из моей памяти, и я не засыпал. Но в рождественский пост некогда спать. Сейчас же после двух по полуночи в доме поднималась возня. Слышно было, как наверху в чердачном помещении двигались и одевались работники, а внизу в кухне копошились работницы. Потом все отправлялись на молодьбу. Просыпалась и мать. Она засвечала огонь в горнице. Вслед за нею вставал отец, и оба начинали одеваться. Одеваясь, матушка обыкновенно перекидывалась словами с лежавшей в своей постели бабушкой. Но когда я начинал шевелиться, разбуженный всем, что происходило кругом меня, я всегда слышала одно и то же. «Только не вздумай вскакивать. Спи». Затем родители зажигали фонарь, тушили огонь в горнице и выходили из дома. До меня доносился стук захлопнувшейся входной двери, дрожащий свет фонаря проскальзывал по окну. Слышно было, как охол и кряхтел под ногами снег, и гремела цепь нашей дворовой собаки. Потом наступала полнейшая тишина, и я опять засыпал. Отец с матерью отправлялись в приходскую церковь. До нее от нас было добрых три часа ходьбы. Я спал, и во сне слышал звон церковных колоколов, гудение органа и пение молитвы рождественского поста «Тебе поклоняемся, Мария, звезда утренняя». Я видел зажженные свечи вокруг алтаря. Ангелы, стоявшие возле него, раскрывали свои золотые крылья и порхали под сводами. А тот ангел, что держал трубу, вылетал совсем из церкви и несся через луга, поля и леса, повсюду трубя, что спаситель уже близко. Когда я просыпался, солнце давно заглядывало в окна, а за ними блестел и искрился снег. Матушка опять ходила по комнате. Она была уже в самом простом рабочем платье и делала разную домашнюю работу. Постель бабушки рядом с моей была оправлена, и бабушка пришла из кухни, чтобы помочь мне надеть штанишки и вымыть мне лицо холодной водой, причем я и смеялся, и плакал. Когда же с этим было покончено, я остановился на колени на мою скамеечку и вместе с бабушкой читал утреннюю молитву. Мы встанем сегодня во имя Господне. Мы к Господу Богу пойдем, молитву Ему принесем, чтоб Он нас с небес услыхал, трех ангелов нам не спаслал. Пусть первый наш ум просветит, второй нас питает, поит, а третий наш шаг направляет, и тело, и дух охраняет. После молитвы я ел суп, а после супа являлась бабушка с чашкой моркови, и мы принимались вдвоем зачистку. Я опять сидел на моей скамеечке. Работой моей бабушка всегда бывала недовольна. То я срезал слишком много, то чересчур мало. Когда же я хватал ножом себя по пальцу, бабушка всегда меня бронила. «Одно наказание с тобой, ничего больше», говорила она ворчливо. «Вот погоди, выброшу тебя на снег». И после этих слов она заботливо и любовно перевязывала мою ранку. Так проходил рождественский пост. Все чаще и чаще говорили мы с бабушкой о Рождестве, о том, что скоро придет к людям младенец Христос. Чем ближе подходил праздник, тем неспокойнее становилось в доме. Рабочие выводили из хлевов скот, клали туда свежую солому для подстилки, чистили ясли, скребницами чесали всех быков, чтобы у них заблестела шерсть. То же делали и работницы с коровами. Молодьба уже несколько дней тому назад, как закончилась. В такие дни стук цепов казался неуместным. Все в доме мылось и чистилось. Наконец девушки с лоханками, вениками и метелками забрались и к нам в горницу. Меня всегда забавляла эта уборка. Мне нравилось, что все переворачивают, нравилось, что стаскивают вниз даже такие вещи, как картины и темные шварцвальские часы с блестящим маятником. Все, что обыкновенно помещалось наверху, теперь вдруг очутилось внизу и так низко, что я мог очень удобно и очень подробно все рассмотреть. Конечно, мне было запрещено даже дотрагиваться до этих интересных вещей. Я был так неловок и неосторожен, что легко мог что-нибудь испортить. Но в разгар чистки и мытья выдавались минуты, когда я мог делать все, что хотел. В одну из таких минут я влез на скамеечку, со скамеечки на лавку, с лавки на стол, тоже сдвинутый с своего обычного места. На столе лежали шварцвальские часы, а гири их свешивались вниз. Я придвинулся к часам поближе, заглянул в отверстие с запыленными колесиками из желтой меди, притронулся к зубчикам и, наконец, положил палец на одно из колесиков, чтобы посмотреть, не пойдет ли оно. Но оно не двигалось. Тогда я нажал деревянную дощечку. Как только я это сделал, в часах сразу что-то страшно зашипело. Одни из колесиков завертелись потише, другие поскорее, а стрелка понеслась как бешеная. Сказать не могу, до чего я перепугался. Я соскочил со стола на лавку, с лавки на скамеечку, а с нее на грязный и мокрый пол. Здесь меня подхватила за курточку мать, и я попробовал березовой каши. А часы все шипели. Мать схватила меня в охапку, выволокла в прихожую, вытолкнула прямо в снег и захлопнула за собой дверь. В совершенном отчаянии и не двигаясь, я некоторое время прислушивался к взволнованным возгласам матери, к смеху и шепоту девушек. Мне казалось, что часы все шипят. Я постоял, поплакал. Никто не приходил, никто не звал меня в дом, и я побрел по тропинке в снегу через выгоны поля прямо в лес. Я шел, куда глаза глядят. Мне казалось, что меня совсем понапрасну обидели, и я решил больше не возвращаться домой. Но не успел я добраться до леса, как услыхал за собой резкий свист. Это свистела бабушка. Для этого она всегда клала два пальца в рот и складывала вытянутый вперед язык в трубочку. «Ты это куда же, глупыш?» крикнула она мне. «Скорее иди назад. Вот подхватит тебя в лесу мшиная старушка, тогда увидишь, как бегать». Мшиной старушки я ужасно боялся и быстро повернул назад. Но сразу домой я все-таки не пошел, а остался стоять во дворе, где отец с двумя рабочими резал свинью к празднику. Ее пронзительный виск и кровь, стекавшая в подставленной работнице и горшок, заставили меня забыть все со мной приключившееся. И когда отец уже в сенях сдирал кожу со свиньи, я стоял около него и придерживал эту кожу за край, в то время как он отделял ее большим ножом от толстого слоя сала. Потом вынимали кишки, и матушка, наливая воды в большую лохань, сказала мне, «Уходи, а то ты здесь весь обольешься». Я понял из этих слов, что на меня больше не сердится, и что с часами значит все обошлось благополучно. Тогда я пошел в горницу, чтобы отогреться. Там все было уже на своих местах. Чисто вымытые стены и пол еще не успели высохнуть. Шварцвальские часы висели на своем месте и тикали. И тиканье их в чисто убранной комнате казалось звонче и громче обыкновенного. Наконец, и мытье, и скопление, и чистка пришли к концу. В доме стало спокойнее, почти тихо. Наступил сочельник. В этот день обедали не в горнице, а в кухне. Обеденным столом служила доска, вокруг которой и садились. Ели простое постное кушанье. Ели почти не разговаривая. Но настроение у всех было особенное. Стол в горнице покрывали белоснежной скатертью. Перед столом стояла моя скамеечка. Бесшумно двигаясь по дому, девушки приготовляли свои праздничные наряды. А мать складывала в большой горшок куски мяса и, налив его водою, поставила горшок на очаг. Я ходил на цыпочках по горнице и прислушивался к веселому потрескиванию огня на очаге. Не раз посматривал я на мои праздничные штанишки, на курточку, на черную пуховую шапку. Все это уже было повешено на гвоздике. Потом переводил глаза на окно. Сумерки сгущались. Было решено, что если погода не испортится, я пойду в церковь вместе со старшим работником. На дворе было тихо, и, как говорил отец, нельзя было ожидать особенного холода, потому что горы были в облаках. Как раз перед самой отдушиной возле очага, куда по старому обычаю в святой вечер ставили святую воду и клали ладан для освящения всего дома, отец с матерью немного поспорили. Заходила к нам мшиная старушка. Пожелала всем счастливого Рождества, и мать подарила ей для праздника кусок мяса. Этим остался недоволен отец. Он любил нищих и помогал им насколько мог, но был того мнение, что мшиная старушка не имеет права просить милостыни. Она была даже не нашего прихода. Ночевала в какой-то полуразвалившейся лесной избушке, там варила себе пищу и целыми днями бродила по лесу, собирая мхи и коренья. Иногда она просила милостыню по деревне, предлагала купить у нее мху и кореньев, а когда никто не покупал, принималась плакать и проклинать жизнь. Говорили, что у нее дурной глаз, что дети, на которых она посмотрит, сейчас же заболевают. Рассказывали, что и коров она портит, только взглянет, и молоко станет красным. Затем, кто ей подавал милостыню, она имела обыкновение некоторое время идти следом и потом говорила, «В тысячи тысяч раз да вознаградит тебя Господь на небесах». Когда же над ней смеялись или чем-нибудь ее обижали, она желала обидчику провалиться прямо в преисподнюю. Мшиная старушка частенько к нам заглядывала. Она охотно присаживалась на зеленой лужайке или на перекладинке у забора и сидела там, не обращая никакого внимания на яростный лай и рычание нашей цепной собаки, относившейся к ней с особенным недружелюбием. Старушка сидела до тех пор, пока к ней не выходила мать с крынкой молока или с ломтем хлеба или с тем и другим за раз. Мать моя делала это охотно, потому что в обмен получала тысячи благопожеланий для всего дома. Отец же и добрым, и дурным пожеланиям этой женщины не придавал ровно никакой цены. Он уверял, что и проклятие, и благословение ее не стоят ломаного гроша. Женщина эта явилась к нам несколько лет тому назад, как раз когда строили школу. Она пришла вместе с мужем, и оба они нанялись на постройку. Ее мужа убило камнем во время работы. С той поры женщина эта не жила на одном месте, а шаталась повсюду, и никто не знал, чего ей, собственно, надо. Очень возможно, что после несчастья у нее помутилось в голове. Судья тоже не раз выселял старушку из своей округи, но она упорно возвращалась к нам. Отец уверял, что она не возвращалась бы, если бы ей не подавали, и называл ее камнем, которые такие люди, как моя мать, добровольно навязывают себе на шею. Мать на это обыкновенно ничего не отвечала и преспокойно подавала каждый раз старушке, а сегодня для праздника подала даже больше обыкновенного. Вот из-за этого-то и вышел спор между родителями. Но он сейчас же прекратился, как только два работника вошли в дом с Ладаном и святой водой. Покурив Ладаном, отец поставил свечу на стул. Лучины сегодня в кухне зажигать не полагалось. Ужинали уже в горнице, и во время ужина старший работник рассказывал какие-то удивительные истории. После ужина мать моя запела песнь пастухов. Песня была прекрасная, и пела она хорошо, но я слушал плохо. Все думал о том, как пойду в церковь, и мне хотелось как можно скорее одеться по-праздничному. Меня уверяли, что еще много времени впереди. Но бабушка в конце концов сжалилась и нарядила меня. К девяти часам все работники и работницы были готовы, и каждый зажег себе лучину от свечки. Я ходил по пятам за старшим работником. Родители и бабушка в церковь не пошли, они остались стеречь дом. На прощание они все втроем окропили меня святой водой, чтобы я не падал и не замерз. Наконец мы ушли. Было очень темно, и зажженные лучины в руках рабочих отбрасывали красноватые круглые оцветы на снег, на заборы, на кучи камней и на деревья, мимо которых мы проходили. Этот красный свет, перерезанный нашими огромными тенями, пугал меня. И я так крепко уцепился за куртку работника, что он, наконец, сказал, «Прошу оставить в покое мою куртку. Ты того и гляди, разорвешь ее». Тропинка сузилась, и мы пошли гуськом. Хорошо, что мне не пришлось идти последним. Этого бы я не вынес. Мне повсюду чудились привидения. Воздух резал, как стекло. Искры отгоревших лучин разлетались во все стороны, и, попадая на твердый снег, несколько мгновений еще сверкали на нем. До сих пор мы шли кустарникам и лесам. Теперь же спустились к хорошо знакомому мне ручью. Он протекал среди лугов, на которых летом у нас был сенокоз. В летние дни этот ручей сильно бурлил, но теперь он замерз и только чуть-чуть журчал подо льдом. Мы свернули в сторону от ручья, вошли в темный, занесенный снегом лес, и, наконец, выбрались на широкую проезжую дорогу, где опять пошли все рядом. Откуда-то временами доносился до нас скрип, полозив по снегу. Вдоль всей дороги и впереди, и позади светились огни. Повсюду точно огромные красные факелы пылали лучины, и казалось, что огни плывут в темноте. За огнями вдруг проступало чье-нибудь лицо, а иногда несколько лиц сразу. Все это были богомольцы, спешившие в церковь. И всюду, на всех горах, и ближних, и дальних, сверху донюза загорались огни. Они были еще так далеко, что нельзя было различить, двигались они или горели неподвижно. А мы все шли вперед. Снег хрустел у нас под ногами, а в тех местах, где ветер смел его, наши шаги звенели по промерзшей черной земле. Кругом меня говорили и смеялись, но мне это не нравилось, и казалось неподходящим к святой ночи. Я думал только о том, как будет в церкви. Ночь, и вдруг заиграет орган, начнется служба. Мы шли лесом. Здесь, сверху, точно с верхушек деревьев, до меня донесся тихий звон. Я прислушался, ничего не слышно. Но через минуту звон повторился еще явственнее, чем в первый раз. Это звонили в маленький колокол на церковной колокольне. Огней в долине и по горам все прибавлялось, и все как один устремились к церкви. Дорога сделалась более людной. Теперь маленького колокола уже не было слышно, а звучал большой и гудел все громче по мере того, как мы подходили к церкви. Правду говорила бабушка. В ночь под Рождество колокола звонят до тех пор, пока из самых дальних долин все до единого человека не придут в церковь. Церковь стояла на холме среди берез и елей, а возле нее было небольшое кладбище, обнесенное невысокой стеной. Подойдя к церкви, наши рабочие воткнули лучины горящим концом в снег, чтобы потушить их, и только одну единственную засунули в щель между двух камней кладбищенской ограды и оставили ее там догорать. А небольшой церковный колокол все звонил и звонил, медленно и мерно. Из высокого узкого церковного окна падал свет. Мне хотелось в церковь, но старший рабочий сказал, что еще не время, и остался стоять у входа. Он болтал и смеялся с другими парнями, даже закурил трубку. Но вот все колокола зазвонили сразу, заиграл орган, и мы вошли в церковь. Здесь все было совсем по-другому, чем по воскресеньям. Зажженные у алтаря свечи казались сверкающими серебряными звездами, а неугасимая лампада светилась красным огоньком. Наверху же все было темно до такой степени, что нельзя было различить никаких украшений на потолке. Внизу выделялись темные фигуры мужчин, сидевших на скамьях или стоявших возле них. Были и женщины. Они стояли закутанные в большие платки и покашливали. Многие держали перед собой зажженные свечи и пели по молитвенникам, когда на хорах начинал играть орган. Рабочий провел меня между рядами скамеек к одному из пределов, где уже стояло много людей. Он поднял меня на скамеечку к стеклянному ящику, освещенному двумя свечами и стоявшему между елками. Этого ящика я раньше, когда бывал в церкви с родителями, никогда не замечал. «Посмотри, вот ясли», — шепнул мне рабочий, а сам отошел в сторону. Я заглянул в стекло. Ко мне подошла какая-то молодая женщина. «Надо тебе все это объяснить», — сказала она, и принялась называть восковые фигурки в стеклянном ящике. А я слушал ее и смотрел. Я увидел святую деву в длинном голубом платке, почти закрывавшем ей ноги. Остальные восковые фигуры были одеты, как одеваются самые обыкновенные люди. У святого Иосифа были даже зеленые чулки. Потом за мной пришел работник, поднял меня со скамеечки и усадил на скамью рядом с собою. Церковный служитель обходил церковь и повсюду зажигал свечи, а все, в том числе и наши рабочие, вытащив из мешков свечи, зажгли их и прилепили перед собой. В церкви стало сразу светло до самого верха. С хор звучали скрипки, трубы или тавры, а когда в резнице прозвенел колокольчик, и пастор в новом облачении среди двух одетых в красные мантии служителей со свечами в руках шел по пурпуровому ковру к алтарю, трубы или тавры загремели еще сильнее. Дым от Ладана пеленой застлал алтарь. Так началось богослужение. Потом все стихло, и два чистых голоса запели песню пастухов, а во время чтения Евангелия с хор доносилось кукование кукушки и соловьиное пение совсем как весной. Великолепие рождественской ночи глубоко трогало меня, но я ничем не выражал своего восторга, сидел серьезный и молчаливый. Во время музыки я думал об отце, матери и бабушке. Может быть, думалось мне, они все стоят теперь на коленях у стола и молятся перед единственной зажженной свечкой. А может быть, они уже спят. В комнате темно, только тикают часы. В покрытых лесом горах тишина, и рождественская ночь стоит над целым миром. Служба кончилась. Все потушили свои свечи. Церковный служитель обходил церковь, и колпачком на длинной палке гасил свечи на стенах и возле алтаря. У престола они все еще горели в то время, как с хор звучали последние праздничные молитвословия, и народ расходился из церкви, наполненной дымом ладана. Когда мы вышли на воздух, кругом, несмотря на спустившиеся с гор облака, было не так темно, как раньше. Должно быть, взошел месяц. Лучин больше не зажигали. На церковных часах пробил час. Еще раз взглянул я на церковные окна. Все огни потухли. Светилась тусклым красноватым блеском одна только неугасимая лампада. Мне захотелось ухватиться опять за куртку работника, но его уже не было. Кругом меня были все чужие. Все они разговаривали между собой и собирались идти домой. Я подумал, что мой провожатый уже ушел и поспешил за ними вдогонку. Бегом бросился я мимо незнакомых людей. Мне казалось, что вот-вот я нагоню нашего работника. Я бежал изо всех сил, пробежал по проезжей дороге мимо темного леса и очутился среди полей. Мне было жарко от бега, но здесь дул такой резкий ветер, что я скоро перестал чувствовать уши и нос. А я все бежал, бежал мимо отдельных домов и деревьев и, наконец, оставил за собой всех возвращавшихся из церкви по дороге. Но нашего работника так и не догнал. Тогда я подумал, что он остался где-нибудь позади и решил уже прямо идти домой. По дороге повсюду валялись темные концы обгоревших лучин, с которыми люди шли в церковь. Придорожные кусты и деревья таинственно выступали из тумана. Они мне казались такими страшными, что я старался не смотреть по сторонам. Я боялся присматриваться к пересекавшим дорогу тропинкам. Мне чудилось, что на перекрестке непременно стоит чудовище. Но вот, наконец, одна из тропинок показалась мне настоящей. Я подумал, что это именно та, которая вела через лес к нам в долину. Я свернул на нее, побежал мимо деревьев, под низконависшими ветвями. Глухо шумели вершины, и порой мне на голову летели огромные снежные хлопья. Местами было так темно, что я различал стволы только тогда, когда натыкался на них. Кончилось тем, что я сбился с тропинки. Сначала это было мне все равно, потому что снег был очень неглубокий, и идти было хорошо. Но постепенно снег становился глубже. Изменились и деревья. Вместо ровных и стройных стали попадаться искривленные, с вывороченными корнями, с изломанными и склоненными к земле верхушками. Ничего подобного я не видел, когда шел из дому. Значит, я шел не по той дороге. Надо было идти в другую сторону. Но куда? Только бы добраться до ручья, а там уже просто. Пробиваясь между сучьев и кустарника, я местами проваливался в снег, а снежные хлопья все валились, снег попадал за шиворот, в чулки, и вода стекала мне в сапоги. Я устал, карабкаясь по скатам и пробираясь между кустарниками, но бежал все скорее и скорее. Часто я падал, но быстро вставал. Я не знаю, сколько времени мчался я таким образом почаще. Страх подгонял меня. Ни о чем, кроме дома, я не думал. И вдруг я очутился над пропастью, затянутой лежавшим в ней облаком, из которого выступали отдельные вершины деревьев. Месяц светил ясно, и я мог разглядеть, что напротив меня и позади все были одни странные, остроконечные, заросшие лесом гуры. Внизу должна была быть долина и ручей. Мне чудилось, что я слышу его журчание. Но это шумел ветер в лесу. Я стал бродить, отыскивая тропинку, которая бы вывела меня назад, и набрел на место, где не было снега, а среди камней росли кусты можжевельника. Держась за них, я попробовал спуститься вниз и очутился у отвесной стены. Вскарабкаться назад я уже не мог. В изнеможении опустился я на землю. Ничего не было слышно, кроме шума ветра. Я не понимал, где я. Может быть, сюда забредет коза, думал я. Тогда я спрошу у нее дорогу. Говорят, что в рождественскую ночь животные понимают людей и говорят человечьим языком. Я еще раз попробовал вскарабкаться повыше, но не мог. Ноги и руки страшно болели. Тогда я громким голосом крикнул старшего работника. Мне ответило только эхо. И опять все стихло, все, кроме шума ветра. Руки и ноги у меня коченели. Мне стало невыносимо страшно. Я начал звать родителей, бабушку, всех наших работников и работниц, но все было напрасно. Я горько расплакался и стоял всхлипывая, а длинная тень моя лежала на голой каменной стене. Тогда я стал ходить взад и вперед вдоль этой стены, чтобы согреться, и громко молился младенцу Христу, чтобы он спас меня. Высоко стоял месяц на темном небе. Я не мог больше ни плакать, ни молиться, не мог даже двигаться. Дрожа, присел я на камень и весь съежившись подумал. Теперь я засну. Все это только сон. Проснусь дома или на небе. И вдруг возле меня зашуршало в кустарнике. И я почувствовал, что кто-то меня трогает и поднимает. Я хотел крикнуть и не мог. Мне было страшно, и я закрыл глаза. Казалось, что вместе со мной вдруг закачалась и гора. Когда я очнулся, была еще ночь. Я стоял у дверей нашего дома. Цепная собака так и заливалась. Какое-то существо вдруг встало передо мной и обеими кулаками постучало в дверь, а потом скрылась. Я узнал мшиную старушку. Дверь отворилась, и бабушка бросилась ко мне. «Господи Иисусе Христе, ведь это ты!» Закричала она. Она внесла меня в теплую комнату, но потом сейчас же вынесла в сене. Посадила на опрокинутую квашню и пронзительно свистнула. В доме никого кроме нее не было. Когда старший работник, не найдя меня нигде, вернулся из церкви, потом за ним пришли домой и другие, а меня все не было, то все отправились на поиски за мною, кто в лес, кто в долину, кто на дорогу. Даже мать моя и та пошла и все время громко звала меня по имени. Когда я немного отошел, бабушка опять внесла меня в теплую горницу, стащила с меня сапоги и почти примершие к ногам чулки. Потом выбежала она на двор, свистнула несколько раз и опять вернулась ко мне с каткой снега. Куда я заставила опустить голые ноги. Когда я сунул ноги в снег, то почувствовал такую острую боль в зубах, что застонал. Но бабушка только сказала, «Отлично, что тебе больно. Значит, ноги у тебя не отморожены». Вскоре в окно заглянула утренняя заря, и один за другим стали возвращаться работники и работницы. Одним из последних вернулся отец, а самый последний – мать. Она пришла, когда солнце красным шаром уже поднялось над Альпами, и бабушка свистела столько раз, что я сбился со счета. Мать подошла к моей кроватке, на которую меня положили, и возле которой сидел отец. Она мне сказала только, что я должен спать, и завесила окно большим платком, чтобы солнце не ударило мне в глаза. Но отцу хотелось знать, как это я умудрился отстать от работника, и куда я удрал. Я рассказал, как потерял тропинку, как очутился на краю пропасти, как страшно шумели деревья, как ярко светил месяц, и про высокую каменную стену я рассказал. И когда я дошел до нее, отец наклонился к матери и в полголоса произнес, «Слава Богу, жена! Господь спас нам сына!» Он был у скалы горных духов. Мать после этих слов крепко поцеловала меня в щеку, что делала очень редко, и, подняв фартук к лицу, вышла из комнаты. «А как же ты очутился дома, малыш?» – продолжал свои расспросы отец. Но я ответил ему, что и сам этого хорошенько не помню. Помню, что заснул, что во сне меня качало, а потом вдруг очутился перед нашими дверями рядом с мшиной старушкой. И сколько ни раз спрашивал дальше отец, я ему больше ничего объяснить не мог. Тогда отец сказал, что идет в церковь, потому что сегодня Рождество, и что я должен спать. Вероятно, я долго проспал, потому что когда проснулся, были уже сумерки, и в комнате было почти темно. Возле моей кровати сидела бабушка, а из кухни доносилось веселое потрескивание дров. Позднее, когда все слуги собрались к ужину, за столом сидела имшиная старушка. Отец нашел ее после церковной службы на кладбище. Она сидела, скорчившись, на могиле своего мужа. Он привел ее к нам. Ей очистили коморку в задней половине дома, и она осталась у нас жить. Пробовали ее расспрашивать о ночном приключении, но добиться ничего не могли. На все расспросы она твердила только одно. В лесу я искала младенца Христа.